Сколько я себя помню, всегда в моем детстве было плохо с учебниками. Так как весь Советский Союз учился по единым учебникам, то их можно было купить в разных городах. Помню, как родители привозили мне учебники из командировок. Помню, как нюхала совершенно роскошную историю древнего мира для пятого класса, напечатанную в Германии, огромным тиражом. Все учебники я прочитывала на летних каникулах и откровенно скучала на уроках. Каждый год происходило одно и то же. На класс выделялось несколько экземпляров учебников по всем предметам. Их раздавали по каким-то неведомым мне критериям. Однажды папа после родительского собрания подошел к классной руководительнице и спросил, «А по какому принципу вы раздали эти 10 экземпляров учебников, которые выдали на класс?» Учительница нахмурилась. «Мы выдали 4 экземпляра отстающим ученикам, чтобы у них не было проблем с учебой», – ответила она. «А остальные, – продолжал допытываться папа, – «мы раздали их детям, чьи родители в родительском комитете. Вы понимаете, что эти родители тратят свое свободное время, чтобы помочь классу?» «И поэтому их детям полагается». Например, полковник М, отец одного из учеников, прислал солдат, и они покрасили стены в классе. «Значит», – резюмировал мой отец, – «для того, чтобы моя дочь получила комплект учебников, надо, что либо я использовал свое служебное положение, либо она скатилась до двоечницы». Учительница побагровела, а мне вдруг стало очень стыдно. Я потянула папу за рукав. «Ну, пойдем». А потом я целый год ненавидела ситуацию, когда эти двоечники приходили в класс с тонкой клеенчатой папочкой и на уроках, сидя рядом со мной, подвигали мой учебник на середину парты, а вот делись. А я таскала несколько килограммов книг, будучи худущей девицей, а учительница строго заявляла – не жадничай, положи учебник посередине. Ну, что сказать, я ненавижу советскую школу. Вот так. Всем бай!